вас приветствует преподаватель спецдисциплин алматинского государственного колледжа новых технологий ягодкина светлана владимировна сегодня у нас практическая работа по конструированию одежды на тему конструирования бортов и воротников с отворотом лацкана цель практической работы повторить название линии воротника борта и лацкана повторить виды воротников с отворотом лацкана выполнить построение борта лацкана и воротника для построенного ранее жакета полуприлегающего силуэта оформить чертеж в соответствии с ЕСКД давайте вспомним все линии которые находятся на картинке обратите внимание на линию перегиба стойки величину раскепа величину уступа лацкана и конца воротника это повлияет на вашу будущую модель форма этих линий зависит от направления моды вот той модели которая выбрана вами мы с вами изучили воротник с отворотом лацкана он бывает с овальной горловиной и с квадратной горловиной также бывают различная форма концов воротника и концов лацкана на такой же конструкции мы можем построить воротник шаль воротник опаш разница между этими воротниками воротниками в том что оформляется по-другому отлет воротника лацкана для построения воротника нам необходимо построить борт линию борта строят на полочке по середине под середины полочки откладывают ширину полузаноса ширина полузаноса для однобортного изделия равна три четверти диаметра пуговицы плюс один сантиметра в двубортном изделии ширина полузаноса может быть равна от четырех до десяти сантиметров главное чтобы эта величина в двубортном изделии не превышала расстояние отрезка g3 g6 зависимости от направления моды может выполняться подъем или спуск горловины полочки от этого зависит положение линии раскепа для этого от нижней точки горловины точки а5 откладывают вниз необходимую по модели величину полученная точка а6 является верхней точкой линии борта эта величина может быть различная по краю борта выше уровни верхней петли откладывают от 1 до полутора сантиметра и ставят точку л точка л точка л это точка начала линии перегиба лацкана затем мы соединяем точку л с точкой z получая прямую лз это линия перегиба лацкана далее мы продолжаем линию перегиба лацкана вверх от точки з на продолжение линии откладываем отрезок з з 1 равной длине горловины спинки минус 0 5 1 сантиметр на оттяжку в зависимости от свойств ткани длину линии горловины спинки измеряем с чертежа спинки построенного ранее точку пересечения линии перегиба лацкана с линии горловины полочки обозначим точкой л 1 из точки л 1 циркулем проводим дугу радиусом л 1 з 1 от точки з 1 влево по дуге откладываем отрезок з 1 з 2 равный 1 3 отрезка з з 1 также мы можем эту величину отложить в зависимости от степени прилегания воротника к шее чем меньше эта величина тем плотнее будет прилегать воротник шее если же отрезок з 1 з 3 будет больше то воротник будет отставать от шеи и в этом случае уменьшается высота стойки от точки з 2 откладываем отрезок з 1 з 2 равный высоте стойки воротника в данном случае предлагается два два с половиной сантиметра для жакета через точку з 3 проводим касательную к линии горловины полочки определяющую направление линии втачивания воротника в горловину линию втачивания оформляем с прогибом 0 1 0 3 сантиметра на соединение этого отрезка перпендикулярно линии втачивания воротника проводим линию середины воротника з 3 з 4 и откладываем ширину воротника по линии середины ширина воротника по середине з 3 з 4 равна высоте стойки плюс ширина отлета ширина отлета на один полтора сантиметра больше высоты стойки эта величина дается на огибание стойки и зависит от толщины ткани оформляем внешний срез воротника в соответствии с панелью внешний срез воротника проводим вначале под прямым углом к линии середины воротника затем с прогибом на 0 3 0 5 сантиметра ширина и форма воротника в концах зависит от конкретной модели и желаний клиента в жакетах длина отрезка а 61 з 6 равна в основном ширине уступа лацкана отрезку l2 а 61 ширина уступа лацкана однобортного жакета l2 а 61 равна от 4 с половиной до 5 сантиметров но также это может быть изменено по модели линию лацкана l l2 также оформляют выпуклой линии с прогибом где-то 5 7 миллиметров все зависит от направлений модуль для оформления линии перегиба стойки отмечаем вспомогательную точку z5 на расстоянии 5 миллиметров от точки z через точки z2 и z5 проводим линию перегиба стойки и плавно сводим ее в линию перегиба лацкана ваш воротник построен спасибо за внимание дома вам необходимо необходимо будет также построить на данном чертеже линию воротника шаль и опаш до свидания